Помните, как в той песне? «Я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой». Российскому певцу Сергею Трофимову самое время выпускать ремикс о южном курорте. Ведь по ее сюжету лирические герои на берегу влюбляются в девушку в сенем платье. Сейчас же весьма актуально словами под музыку признаваться в чувствах игре под номером один и болеть за наших, как это сделало наше агентство на матче «Россия-Хорватия». Футбол в России обрел безумную популярность три недели назад. Матчи мундиали обсуждали на всех телеканалах – в метро, шахтах, офисах и даже операционных. За считанные дни у национальной команды нашей страны появилась огромная армия болельщиков. Все потому, что Акинфеев и компания показывали феноменальный для сборной России результат. «Я счастлив, я не ожидал, что будет такой результат. Но после выхода из группы уверенного победы в Испании, я уверен, что завтра мы выиграем. И вообще, что мы дойдем до финала. И вполне возможно, что второе место наше. Не уверен в победе именно в финале, но до финала я уверен, что мы дойдем». Илья Оралов – везунчик по жизни. Билет на сочинский матч он купил еще на стадии жеребьевки в сентябре прошлого года. Тогда и подумать не мог, что увидит на стадионе «Фишт» подопечных Станислава Черчесова, которые будут бороться за выход в полуфинал турнира. «Дзюба показал лучший характер. Дзюба – капитан для меня. И Дзюба будет лучше. Я считаю, что с хорватами он выйдет с первых минут и уверенно забьет в первом тайме. Ну, как бы, опять там сделает свое фирменное здраво желаю, и все. И мы выиграем». За день до матча случился проливной дождь. Осадки парализовали движение из Адлера в Сочи. Но кто искренне хотел добраться до местной фан-зоны и посмотреть поединок бразильцев с бельгийцами, способы оказаться там нашел. Жители и гости города здесь развлекали официальные партнеры чемпионата. Тут же выступали набирающие популярность певцы – Мари Краймбрери, Звонкий и группа «Тестостерон». Под отечественную попсу в фан-зоне наслаждались не только россияне. Можно было сделать селфи с французами, пообщаться с аргентинцами, найти друзей из Бразилии. «Я думаю, что Россия невероятная. Все россияне – крутые люди, они очень добры. И я наслаждаюсь Кубком Мира в России. Вперед, Россия!» Само собой хватало и хорватов, которые в Сочи приехали заранее, дабы тщательно изучить город. «Отлично! Здесь просто отлично! Я не ожидал, что многие захотят фотографироваться с нами. Люди очень, эммм, отличные!» Все болельщики, кто имел при себе фан-айди и билет на матч, добирались до Фишта на бесплатном транспорте со всех районов Сочи и активно репетировали кричалки в электропоезде «Ласточка», а также на жидостанции «Эмеретинский курорт». «Оле-оле-оле-оле-оле! Россия! Терево!» «Был в командировке с Таврополь. Три дня у меня цель была взять на финал, просто сидел в финал в сайт FIFA, тыкал-тыкал онлайн этот. Трое суток подряд, по три часа в день тыкал-тыкал, потом хоть выскакивает четвертьфинал именно этот матч. А-2 прикинул шансы, понадеялся на наших, думал, ну пройдут, нажалте четвертьфинал, оформил билеты, все прошло, взял. В итоге там за Испанию все это, как говорится, болело очень сильно. И в итоге оно все совпало, сорвал курс и приехал сюда». Олимпийский стадион, естественно, был забит под завязку. А потому один только гимн в исполнении российских болельщиков придал дополнительных сил подопечным Черчесова. «Поддержка трибун сильнее остальных вдохновила Дениса Черышева. Игрок испанского Вильяреала открыл счет на 31-й минуте. На трибунах в этот момент с ума по-хорошему сходили все, как мужчины с усами надежды, так и русские красавицы. Вернул хорватов в игру Андрей Краморич. Команды отправились на перерыв, болельщики тоже времени даром не теряли. Кто-то заправлялся напитками, другие любовались красотой ночного Сочи парка. «Хорватия играет так, это строже, они раскатывают мяч. У нас какие-то отдельные эпизоды получаются, но Хорватия лучше контролирует мяч, мне кажется. Мне кажется так. Но мое сердце за Россию, и мы надеемся, что что-то там… Ну, смола, в конце концов. Ну, должен он выстрелить. У него есть шанс. Ну, ему не надо, ему надо вот прострельные передачи такие вот. То есть, ну, должен он выстрелить. Как он играет в Краснодаре, вот все на него, ему дать ударить надо, только пас на удар». Но отличился вовсе не Федор Михайлович. Домогой Вида, казалось, принес гостям победу. Однако, не согласно с таким результатом была связка столичного ЦСКА. Алан Загоев и Марио Фернандес. С их помощью телезрители и болельщики на стадионе смогли насладиться серией пенальти, в которой сильнее, увы, оказались хорваты. «Это тот момент, когда вообще не стыдно за мужиков. В данном матче конкретно просто не повезло. Был момент Модрич, ну, касательно серии пенальти. Модрич от штанги там какой-то залетел. И в Марио не попал. Вот эти два момента. Просто не повезло. Изначально вообще, изначально перед чемпионатом переживал за бразильцев. Ну, после поведения, в частности, Неймара, просто пропало уважение вот этой симуляции. И бразильцы, я вчера был очень рад, что они вылетели и отправились домой. А сейчас даже, я даже не знаю, за кого болеть. Вообще я растерян. К сожалению, чемпионат мира продолжается без нас. Но я уверен, что мы можем им гордиться. Мы можем гордиться нашей командой. Усы надежды на этом чемпионате мира нам больше не нужны. Чемпионат мира продолжается, но уже без нашей сборной. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди.